Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня я бы хотел вместе с вами прочитать одно местописание. Я думаю, что для вас это место знакомо. Я думаю, что многие запомнят, это псалом номер один. Я думаю, что вы читали, тут находится шесть стихов. Мы прочитаем весь псалом. Интересно, что именно этот псалом Бог удачно, можно сказать, продуманно поставил его первым. Потому что этот псалом – хорошее введение в псалтырь. В этом псалме говорится в общих чертах о двух путях, которые открыты перед человеком и человечеством. Один путь – путь правды и праведности. И другой – путь зла и нечестия. Он говорит о людях, их путях и конечной цели. Давайте прочитаем этот псалом. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и в законе его размышляет он день и ночь. Он будет, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, который приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые. Они как прах, Возметаемые ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь пути праведных, а пути нечестивых погибнет. Сегодняшняя тема, я бы хотел говорить о двух путях. Две стороны. Я думаю, что если мы читаем Библию и смотрим Библию, то мы видим, что вся Библия говорит о двух путях. Две стороны. Свет и тьма. Я думаю, что если мы задумаемся, мы можем найти в нашем уме то, что мы читали, вспоминать Библию, где Бог говорит о праведнике и о грешнике. Бог дает характеристику праведнику и грешнику. Я бы хотел посмотреть, если посмотреть во всей Библии, говорится о двух путях. Пути правды и пути в путях нечестивых. Но сегодня я бы хотел говорить о двух путях в контексте этого псалма. Я бы хотел сегодня говорить о двух путях в контексте этого псалма. Первый путь – это путь правды и праведности. Это первые три стиха. Путь правды и праведности. Если мы прочитаем еще раз первый стих, вы можете прочитать или посмотреть. Если посмотреть на первый стих, можно увидеть, что там повторяются три слова. Три слова повторяются. Не знаю, как на английском, но на русском три слова повторяются. Не. Нет. Не ходит, не стоит, не сидит. Вот это слово «не» повторяется три раза. Начало этого стиха начинается «блажен муж». Что означает «блажен»? «Блажен» это означает «счастливый», «радостный». Он радостный, потому что он говорит «нет». От этого он имеет радость. Праведник имеет радость в том, что он говорит «нет, я не пойду туда». Для этого мира это безумие. Они не понимают, как ты можешь говорить «нет». Почему ты этого не делаешь? Почему ты не идешь с нами? Они не понимают этого. Как ты можешь этого не делать? Помню, как я покаялся в 18 лет. Мне было 18. И все мои друзья удивлялись, потому что я отказывался идти с ними. Я уже отказался от той жизни, которая была у меня. И они как говорят «тебе 18 лет». В Европе, в моей стране 18 лет это совершеннолетие. Я не знаю, как сейчас подростки, но когда я был подростком, я мечтал, чтобы мне исполнилось 18. Чтобы я уже, когда могу уходить с дома, я уже не просил у отца разрешения, потому что мне 18. Я уже взрослый. И, казалось бы, мне исполнилось 18 лет. Все открыто передо мною. И я говорю «нет». Нет, я не буду идти туда. Потому что я увидел, Бог открыл глаза, увидел ценность, увидел, что произойдет, что это мне не нужно. Я не могу там находиться, потому что моя радость в Боге. Вот истинная радость. Он блажен, потому что он нашел в чем-то другом радость. Ему уже не нужны эти развлечения. Он понял истинную радость. Он понял правду. Праведник говорит «нет». И в этом он находит радость. В этом он блажен. Он счастлив, потому что он счастлив в Боге. Второй стих. Говорится о том, что он пребывает в законе. Он упорно размышляет о нем. Старается проникнуть в его глубины. Он упорно размышляет о нем. Это не просто он прочитал и забыл. Но он находится в постоянстве. Вот год назад, ровно год, я принял решение в своей жизни читать Библию каждый день. Как вы думаете, это легко? Бывают разные дни. Бывают дни, когда ты хочешь читать, у тебя есть желание. Бывают дни, когда ты устал. И были в моей жизни дни, когда я даже не мог читать, потому что у меня были такие головные боли, что я не мог ни читать, ни слушать, ничего делать. Я просто лежал. Но я находил в себе силы для того, чтобы иметь вот это постоянство. Нужно вот это упорство. И он упорно это делал. Он не просто читал праведник, не просто читал, он старался проникнуть в глубины, удержая это все в своей памяти. Я не знаю, как вы, но бывает в моей жизни так, что я читаю, и какое-то место Писание мне запоминается. Я начинаю думать о нем. Какой-то вопрос меня волнует, я начинаю думать, искать. Вот бывает так, что, возможно, я с детьми на улице или на работе, я размышляю об этом стихе. И Бог открывает что-то в нем. Знаете, у меня такое ощущение, как будто я целый день копал и, наконец-то, нашел сокровище. Я, знаете, работаю и размышляю об этом стихе, что-то делаю, и Бог что-то открывает истину в этом стихе, и у меня появляется улыбка на лице. Я нашел, Бог открыл мне что-то для меня, для моей жизни, и я думаю только не забыть, чтобы записать это. Я не знаю, если в вашей жизни это есть, но он не просто читает, он старается, чтобы проникнуть в глубины этого Писания. И чтобы это Писание повседневно работало в его жизни, чтобы оно становилось практичнее. Писание для него служит как ориентир в этом пути. Писание, закон Божий служит для праведника как ориентир. Третий стих. Говорится о дереве, посаженном при потоках вод, который приносит плод во время свое. От того, что он приносит плод во время свое, показывает то, что он находится под постоянным Божьим покровительством. Он постоянно находится под Божьим покровительством. Бог охраняет его. Он зависим от Бога. Бог является его источником. Интересно, что в то время из-за преобладания скудной почвы в Израиле пышное дерево служило в Ветхом Завете символом благословения. Это дерево пышное в той местности служило символом благословения. Праведник в этом мире – благословение для окружающих. Праведник – это благословение. Он приносит благословение. Мир этого не знает. Грешник этого не знает. Но праведники – это благословение для них. Они приносят благословение. Представьте себе поле. Вот сильная жара. И вы видите дерево. Пышное дерево. Конечно, вам захочется пойти к этому дереву и встать в теньке, чтобы спрятаться от этой жары. Вот это дерево служит вам благословением. В то время, когда вот есть большая жара. Праведник – это благословение для этого мира. Итак, три стиха. Путь правды и праведности. Первое – он счастлив, потому что он отказывается от этого грешного мира. Он отказывается. Он говорит нет греху, нет грешной жизни. Он говорит нет. В этом он счастье, он счастливый в Боге. Второе – он пребывает в Писании. И Писание служит ему как ориентир. Третье – он благословение для других. Он как это дерево. Благословение для других. Итак, следующий – путь зла и нечестия. Четвертый и пятый стих. Четвертый и пятый стих. Путь зла и нечестия. Начинается с такими словами «не так». Очень резко. Это очень большой контраст. Это как белое и черное. Не так. Это все наоборот. У грешных, у нечестивых не так, как у праведных. У них все по-другому. Но они как прах. Интересно, что вот именно такая характеристика – прах. Что это означает? В Ветхом Завете это означало несущественное, не имеющее ценность. Она ни для чего не годится. Прах. Он не нужен никому. Интересно, что в других переводах вот этот прах – есть еще другое значение. Есть еще другой перевод, что не просто прах, а мякино. Я не знаю, если вы знаете это слово. Я когда изучал этот стих, я нашел вот мякино. Я не знал этого слова, но я нашел, что означает. Это остатки колосьев, стеблей и других отходов при мольбе. Когда обрабатывают зерно, вот эти отходы, они просто ненужны. Вот их просто выкидывают в огонь. Вот характеристика нечестивого. Он прах. Он мусор. Вот какую характеристику делает Бог. Это не нужно. Если мы посмотрим в Матвея, 13 глава, 24 стих по 30, вот Бог говорит вот эту притчу. Иисус говорит эту притчу. Другую притчу предложил Он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и погасался плод, тогда явилось и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, враг человека сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем, выберем их? Но он сказал, нет. Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергивали вместе с ним пшеницу. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и сожгите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу свою». Вот эту притчу он рассказал о том, что есть доброе семя, есть пшеница, и было посеяно плевелы. И вот во время жатвы будет это отделено. И то, что не нужно, будет брошено в огонь. Это не нужно. Вот какую характеристику дает Бог нечестивому. Итак, итог. Итог жизни. Вот этих двух путей. Вот два образа жизни. Два пути. В шестом стихе. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивый погибнет». Бог знает путь праведных. Бог знает праведного. Он знает его. А пути нечестивые погибнет. Вот итог жизни, который Бог говорит. Давайте откроем еще одно местописание. Это Матфея 7 глава, 22 стих и 23. Многие скажут мне в тот день. «Господи, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не от Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Но Бог путь праведных Он знает. Я думаю, что для нас великая радость будет, когда мы встретимся с Богом, и Он скажет «Хороший, добрый раб, входи в дом мой, я знаю Тебя, я знаю Твой путь». Для чего нужно нам знать это, что есть эти два пути, чтобы мы были уверены, что мы на правильном направлении, мы делали правильный выбор, чтобы мы ободрились, что, может быть, крест, он тяжелый, но конечная цель, то, что нас ждет, объятие нашего Бога, нашего Отца, встреча с Ним, когда, возможно, будут, не знаю, можно представить себе, будут много людей, Он скажет «Я знаю Тебя, иди сюда». А кому-то Он скажет «Я не знаю Тебя, я не знаю Тебя, я не знаю Твоих путей». Пусть Бог благословит нас, чтобы это служило ободрением для нас. Аминь.